Девушки отдыхают Узнала я его от этнических болгар, которые проживают недалеко от Одессы, это Измаильский, регион Рении, Болград, там проживает очень большое количество болгар. Это очень интересное блюдо, оно готовится очень просто, его можно кушать на завтрак, на обед и на ужин. Мелина – национальная болгарская страва. Порог из пресного теста, наичастейше с бринзой и зеленью. Традиция приготовления самой бринзы выходит из арабского схода, ей понад 7 тысяч лет. Доведено, если ести ее регулярно, то можно надовго зберегти пружность, гладкость, молодость шкира. Также полезна для кисток и зубов. Саме и с вживанием бринзы, поединанной и с чистым и свежим гирским повитором, учени повязывают довголетие кавказских народов. Мы с тобой приготовим тесто. Для этого нам понадобится полтора стакана муки. Это не совсем пирог, он похож на пирог, это мелина, его нельзя назвать пирогом. Включаем нашу чудо-машину и потихонечку добавляем сюда воду. Это немножко теплая вода. Замешиваем тесто, и для этого нам понадобится еще одно яйцо. Муки маловато. И для того, чтобы тесто хорошо тянулось, раскатывалось и не рвалось, буквально одну столовую ложечку подсолнечного масла. Это вот такое хорошее, тугое тесто, мягенькое получилось такое у нас. В принципе, очень простой рецепт теста. Мука, вода, яйцо, немного растительного масла. Да, похоже на штрудли, на вареники, на пельмени, на манты это тесто. Вот такое вот, потрогай, какое оно удивительно нежное и мягкое получилось. Мягкое и эластичное. Мы дадим ему немножечко постоять, а тем временем займемся с тобой начинкой. То есть мелина – это традиционное болгарское блюдо. А если говорить о Крыме, откуда я родом, там вообще намешано столько национальностей. И каждая нация привносит в кулинарию в том числе свои какие-то рецепты. Что касается болгарской мелины, то я пробовала оригинальную в Болгарии. Какая вкуснятина была. Ты знаешь, традиционно, конечно, болгары используют овечью брынзу в этом блюде. Мы с вами взяли обыкновенную коровью брынзу, она немножечко солоновата. Вот наша брынза, она чуть-чуть по консистенции напоминает фету. Вот если ты попробуешь… Мягкая. Она должна быть мягкая, такая вот рассыпчатая. Эта брынза очень хорошо расплавится в нашем пироге. Соленая? Да, она соленая, это хорошо, потому что мы вообще никуда больше не добавляем соль. Ты мне поможешь? С удовольствием. А что нужно делать? Нам нужно нарезать зелень. У нас уже есть лук, я тем временем нарезанный зеленый лучок. Он, на мой взгляд, должен быть в этом блюде обязательно. Он дает вот этот вот чудесный аромат весны. Ну, в принципе, зелень сейчас доступна круглый год, то есть мелину можно готовить круглый год, да? Да. Я очень люблю это блюдо вот очень хорошо с чашечкой кофе утром, просто прекрасно, даже холодное. Конечно, здорово. Если кроме брынзы что-то добавить в мелину, это уже будет не по-болгарски? Если вы не любите брынзу и овечью брынзу, то можете заменить это солененьким творожком, только не жалейте тогда соли, да? То есть нужно понимать, что творог должен быть чуть-чуть более соленый, чем обычно мы его едим. А что ты туда уже добавила? Я добавила туда пять яиц. Я их взбила венчиком немножечко до однородной консистенции и вот так вот перемешиваю. Сколько у нас там брынзы, Танюш? Здесь полкилограмма брынзы, пять яиц сырых и зелени побольше. Что, теперь сюда зелень, да? Выкладывать? Да, выкладывая зелень всю. Слушай, ну зелени достаточно много. О пользе брынзы можно опять же говорить бесконечно, потому что кальций, который необходим для крепости наших костей, если дети, то это для роста обязательно. Женщинам после сырока просто необходимо, но брынза не такая жирная, как, скажем, твердый сыр. Там же очень много полезных витаминов еще, помимо всего прочего, и белок, который нам всем необходим. Это строительный материал для клеток. Поэтому, если вот такой вот снэк детям в школу, если полюбится это чудесное блюдо, я думаю, что лучшего вы ничего не придумаете вместо привычных бутербродов. Мелину подают горячей или можно оставить ее, допустим, до следующего дня, и она будет такой же вкусной? Конечно, ее можно кушать на завтрак, на обед и на ужин. То есть вы приготовили ее с вечера, и осталось... Это прекрасный снэк с собой на следующий день. Она холодная, тоже очень вкусная. Мы с тобой раскатываем тонкое тесто. Судя по тому, как ты рассказываешь о мелини с любовью, ты готовишь часто? Я готовлю ее очень часто. Это очень хорошая закуска, когда приходят гости. Это очень хорошее дополнение даже к пресловутому куриному бульону. Я чувствую, что это традиционное болгарское блюдо станет очень скоро любимым блюдом в украинских семьях. Вот такое вот тоненькое тесто мы раскатываем. Сколько пластов теста нам нужно раскатать? Из такого количества муки у нас получится два пласта теста. Мы их разделим пополам. То есть у нас будет четыре, грубо говоря, таких вот коржа. Они укладываются одним слоем, как бы рулетами такими, рулетиками, поочередно друг за другом. Мы берем противень, ничем не смазывая, выкладываем на наш корж начинку, не жалея. Все-таки получается, что тесто у нас пресное. Ну что там? Вода, яйцо. А никакого жира туда не нужно, например, маргарину добавить. Этому рецепту тысячу лет. Какой маргарин? О чем ты говоришь? То есть тогда этого всего разрыхлителя никаких не было. То есть еда была довольно-таки простой. Но если этот рецепт сохранился в первозданном виде, я тебе уверяю, что ему больше ничего не нужно. И очень важно, что это тесто бездрожжевое. Потому что мы знаем, что пресное тесто, ну, скажем, полезнее нам. Я его, этот рецепт, немного упростила. Сейчас мы делаем его идеально в оригинале из теста, как это делали тысячу лет назад. Сейчас нам доступны обыкновенные лаваши, армянские, грузинские, такие вот тоненькие. Нужно купить только свежий лаваш. Угу. И выкладывать его точно так же, не раскатывая тесто, а просто на лаваш. Вот такую вот начинку. И запекать привычным способом, вот так, как мы сегодня с тобой сделаем. Но определенная сноровка здесь нужна. А, болгарки тренировались тысячу лет, чтобы передать нам этот рецепт. Конечно. Но, вероятно, Мелина очень практична, поскольку этот рецепт сохранился на долгие годы и даже века. И с удовольствием его и современные хозяйки готовят. Ты знаешь, мы его разрежем вот так вот на две части и аккуратненько выложим на противень. Вот такими вот пластами. А не будет вытекать начинка из него? Не будет. Мы обязательно зальем его еще такой вот основой. Это будет сметана и яйца. То есть это будет настоящий пирог у нас с тобой. А духовку нам нужно разогревать? Да, кстати, давай разогреем духовку. Очень хорошая идея. Сколько градусов? Мы ставим 160 градусов. И время выпечки будет около 35 минут. Угу. Ну, довольно долго. 35 минут, 160 градусов. Наше тесто сырое. В принципе, начинка – это только яйца сырые у нас здесь. Но для того, чтобы пропеклось тесто, нужно около 35 минут. Слушай, а если взяли бы готовый лаваш? Это 25 минут, чтобы образовалась такая вот красивая золотистая корочка. То есть если к нам кто-то из болгар придет в гости, мы знаем, чем их угощать. Вот удивятся, да? Ох, конечно. Не все болгары в своих семьях продолжают в городах готовить это блюдо. В основном, конечно, это больше такие сельские регионы, где приготовляют это блюдо и сохранили его. А если вы подадите вот истинным болгарам такую милину… О-о-о-о! Слушай, а есть какое-то правило, насколько толстым должен быть слой начинки из брынзы и зелени на слое теста? Чем больше начинки, тем оно вкуснее. Сейчас мы с тобой приступим к приготовлению соуса, заливки. Что же это за заправка такая волшебная? Ты знаешь, она состоит из яиц, это тоже 5 яиц. Мы взбиваем венчиком до однородной консистенции и добавляем где-то около 500-400 мл сметаны. Обыкновенной 20% сметаны. Насчет жирности я так скажу. Мужчинам и детям точно можно, а нам по чуть-чуть. Если ваша брынза или творог не слишком соленый, тогда немножечко подсолите эту заливку, чтобы ваша милина не получилась пресной. Танюш, мы говорили о том, что вместо брынзы можно взять творог. А какой лучше выбирать, чтобы получилась милина? Ну, это должен быть жирненький такой домашний творог. Не обязательно он должен быть сухой. В данном случае он может быть мокрый. Просто нужно его размять вилочкой хорошо вместе с яичной, с 5 яйцами, которые мы туда добавляем. И все туда вылили сразу. Да, вуаля. Здесь важно, наверное, подобрать правильный размер противня, в котором будет готовиться. Совершенно верно. То есть вот такие вот 4 штру для, в принципе, стандартный противень, который у нас практически есть у каждой хозяйки. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы приготовить такую вот милину. И теперь мы отправляем ее в духовку. Да, теперь она готова для того, чтобы выпекаться. Милина отправилась на 30 минут в духовку. При температуре 160 градусов мы ее будем выпекать. Итак, мы сегодня готовим настоящую болгарскую милину. Кажется, скоро будем пробовать? Ты знаешь, она уже практически готова. Она уже начала подрумяниваться по краям. Я думаю, что мы можем ее уже извлекать из нашего духового шкафа. Действительно подошла, как ты и говорила. То, что я тебе говорила, да, она немножечко увеличилась в объеме. О готовности можно судить, о том, как приготовился вот этот вот яично-сметанный соус. Тем более, что у нас прошло 35 минут. Согласно нашей технологии, это как раз то время, которое понадобилось милине для приготовления. Спасибо большое. Ох, красота. Вот такой вот красивый румяный пирог, как ты говоришь. Ну что? И красиво, как ты для презентации подобрала овощи? Ну, если у нас сегодня болгарская тема, помидорчики, да, красивый перчик. Это то, что едят в Болгарии. Брынзу. Милину можно подавать горячей. Совершенно верно. Ее подают горячей и подают холодной. То есть она от этого не проигрывает во вкусе. Если мне захочется сохранить милину, то на какой срок я могу ее сохранить и как правильно ее? Ты знаешь, она может даже три дня сохраняться и остается сочной. Только нужно, конечно, под пленку ее прятать, чтобы она, вот эта вот сочность ее не уходила. В холодильнике? Конечно, да, в холодильнике. Ее нужно отсюда аккуратненько извлечь, для того, чтобы не поломать этот красивый пирог. Ой, ну просто действительно красота какая получается. Ты видишь в разрезе, каким получается он красивым, этот пирог? Действительно видны все слои. Понятно, что начинка состоит из белой белоснежной брынзы с яйцами и зеленью. И чем больше зелени, тем, вероятно, красивее получится мивина. И прямо вот так вот в противне мы можем ее сохранять, только нужно дать ей остыть, конечно. Время попробовать болгарскую милину. В принципе, готовить это блюдо не так уж и сложно, когда знаешь рецепт. Ты нас научила всем тонкостям. Обязательно возьмем на заметку этот рецепт, потому что это блюдо полезно всем членам нашей семьи. Особенно мужчинам и детям, потому что питательно. Ароматы зелени вот с яйцом. Я вспомнила свою бабушку. Потому что моя бабушка, когда готовила вареники с творогом, она добавляла туда зелень. И это было так вкусно, как ни у кого. И я поняла сейчас, что болгарская милина, в принципе, похожа на наши вареники с творогом. Только она очень сочная, благодаря тому, что там зелень. И очень-очень мягкая из-за вот этого сметанно-яичного соуса, заливки. Здорово. Для приготовления болгарской милины нам понадобится мука, вода, яйцо, немного растительного масла, брынза, зелень и сметана. Брынзу натереть на крупной терке, смешать с сырыми яйцами и зеленью. Пресное тесто приготовить из муки, воды, одного яйца с добавлением небольшого количества растительного масла. Тесто раскатать тонкими слоями, выложить на него начинку, свернуть в рулет и выкладывать на противень. Когда противень заполнится рулетиками, залить его взбитыми яйцами со сметаной. Выпекать болгарскую милину в духовке, разогретой до 160 градусов на протяжении 35 минут. Спасибо, дорогая. Теперь мы знаем, как готовить настоящее традиционное болгарское блюдо – милина. Вашей семье обязательно понравится.